Я сейчас процитирую высказывания двух политиков. Начну с президента Украины Петра Алексеевича Порошенко. Вот что он сказал на совещании в пенсионном фонде в Киеве, о чем сообщило агентство «Интерфакс Украина». В 2015-2016 годах, когда государство отдавало каждую копейку пенсионного фонда для строительства армии и защиты государства, тогда было принято решение, абсолютно оправданное, что возможностей для индексации пенсии не было. Мы сегодня нашли возможности, чтобы возвратить пенсионерам и в первую очередь тем, у кого наименьший уровень пенсии, минимальный и ниже минимальный, возвратить индексацию 2015-2016 года. По подсчетам мы вышли на цифру 2410 гривен. Но это, так сказать, одноразовые выплаты. Теперь слово министру социальной политики Украины Андрею Реви. Он, так сказать, конкретизировал ситуацию. На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10 миллионов 200 тысяч пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен. Реально повышение получат 8 миллионов пенсионеров, сообщил Андрей Грева в ходе совещания в Пенсионном фонде Украины. При этом, по его словам, пенсии будут повышены не менее чем на 100 гривен. В случае, если размер повышения будет меньше чем 100 гривен, то будет применяться доплата. По-другому говоря, минимальная выплата, которую получит украинский пенсионер в марте, которому будет пересчитана пенсия, будет не меньше 100 гривен, отметил министр. Кроме того, по словам Андрея Реви, учитывая то, что в Украине есть почти 1 миллион 900 тысяч граждан, у которых есть полный страховой стаж, но зарплата была ниже необходимой, в 2019 году предполагается осуществить для них доплату к их пенсиям в размере 2410 гривен. Он отметил, что эти средства составляют ту сумму, которая не была выплачена в 2015-2016 годах, когда была остановлена индексация пенсии. Выплаты начнутся по Пенсионному фонду с 4 мая, сообщил руководитель ведомства. Андрей Реви добавил, что одновременно с этим будут выплачиваться средства по монетонизации субсидий, а теперь информация Государственной службы статистики Украины, которая опубликовала прошедший понедельник. Промышленное производство в Украине в январе 2019 года снизилось на 3,3% по сравнению с январем 2018, тогда как в январе прошлого года был зафиксирован его рост на 4,3%. У меня простой вопрос. Откуда же тогда появились деньги на столь масштабные выплаты пенсии и субсидии? Речь идет не об одноразовой социальной помощи. Пенсии и субсидии должны выплачиваться из месяца в месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова